приветствую друзья меня зовут саша джаггер по давней традиции после выхода туториала мы записываем ответы на вопросы которые вы задавали в специальном посте в моей группе кто еще там сидит да вот такие вот приятные бонусы для тех кто еще не отписался чем вообще в жизни занимаешься чем интересуешься музыка как я понял возможно ли возвращение на 1 канал и выпуски туторов слушай наверное знаешь не только музыка я занимаюсь не музыка меня кормит на данный момент это как больше наверное приятное хобби на которой я бывает уделяю время но с этим я жизнь пока не связываю я работаю видео инженером до этого я работал на телевидении оператором сейчас я рисую графику также снимаю в хоккейном клубе автомобилист я думаю по фотографиям если ты следишь за моими соц сетями это будет понятно чем я занимаюсь если будущее у танков твоего канала как персонажа что нас ждет дальше мы хотим еще игрового контента ребят наверно у меня уже далеко не тот возраст чтобы пилить игровой контент по той простой причине что у меня появляется какой-то коннект в реальной жизни и мне уже нет времени пилить именно игровой контент и работа там мне кажется это какое-то творческое повышение нежели чем делать постоянно какой-то коннект на ютубе как это делают многие блогеры то есть я не знаю снимают тот же самый майнкрафт ребят это деградация но опять же спустя три года я вернулся на проект отдать должное моим подписчикам которые блин еще спустя вот все это время там лайкали какие-то мои непонятные посты просто фотографии машины и так далее ребят это очень приятно типа что вы помните обо мне какие-то мои давние заслуги давние видосы и продолжаете следить за каким-то моим дальнейшим творчеством или нет вот и чисто чтобы отдать должное я решил вот сделать вот это видео и я не могу сказать что это видео будет последним это этот тутор не последний но точно дату я анонсировать пока не могу помнишь ли ты других популярных ютуберов с которыми вместе двигались слушай ну вряд ли я наверное с кем-то двигался потому что у нас у всех как-то знаешь такое было микро соревнования у кого больше просмотров у кого больше лайков и коннект какой-то поддерживают то есть я допустим с берриком недавно списывался когда вот началась ситуация с коронавирусом я ему хотел предложить какой-то совместный ролик сделал в том плане чтобы именно наша аудитория танковая сидела дома и типа никуда не выходила на улицу тем самым повлиять на умы школьников чтобы ну реально не мотались нигде по улицам на что он сказал что на проект у него больше не стоит и типа у него какие-то другие жизненные запары ну типа все с другими ютуберами с рома 9 периодически переписываемся не знаю там просто сентиментально друг друга с праздником поздравить и все вот поэтому как такового коннекта не тогда не было и не сейчас потому что сейчас у каждого своей жизни ну просто просто вот так вот получилось что где анюта и почему ты перестал с ней общаться кто не знает ребят анюта это моя виртуальная девушка была в танках мы снимали танка свадьбы и так получилось что ну типа мы с ней виделись и в реале также вот я пару раз летал питер и мы уже сколько 4 5 6 лет мы вроде не общаемся она уже ребенка родила не от меня причем странно да вот в общем я же говорю ребят есть игра а время прошло и начинается реальная жизнь и это не стоит забывать то есть как бы те ребята с которыми вы играли ранее они не могут быть я не знаю вечно в вашем кругу и так далее потому что опять же у каждого свой путь и свои интересы в жизни поэтому не сошлось что ты думаешь о проекте танки x как считаешь что могло пойти не так что могло пойти не так наверное как и не писали они просто не выдержали какой-то конкуренции среди игр на unity может быть то есть хотели что-то может быть предложить старым игрокам какой-то новый продукт что типа там новый движок и так далее какие-то новые возможности фишки просто я в танки x особо не играл но я понимаю что там очень много есть направлений куда можно развиваться качаться то есть у кого было желание задротить тот задротил и имел там допустим все я же просто зашел снял минут 20 видео и как бы понял что это уже далеко не мой проект но опять же если вспомнить самый первый анонс танки x я говорил что это ребята кот в мешке то есть я не знаю вряд ли я бы в это играл дальше так но ребят у тебя краска властелин в туторе как правильно готовится к скидкам как ты ее достал и что она дает ну знаешь круто что ты вспомнил этот именно туториал вам сука самый популярный в общем смотри это был тестовый сервер вот и это был аккаунт кофтуна вова кофтун разработчик я зашел на его аккаунт на тестовый сервер там были какие-то краски одна из них была в властелин все я пока у меня была возможность я снял видос вот пошли вопросы из реальной жизни это хорошо ребята потому что танки танками а в жизни у меня тоже много чего произошло и давай сейчас по ходу я вам все расскажу тяжело ли было отпускать свой родной город страшно боялся уезжать или хотел побыстрее начать новый этап расскажи свой самый запоминающийся или переломный момент в жизни про переезд я был очень сильный мотиватор девушка смысле опять же познакомились в танках ну что такое типа у меня вся жизнь вокруг этой игры крутится вот и как бы довольно таки долго наши отношения были на расстоянии я сюда периодически приезжал там на праздники на выходные когда 700 километров не надо было ехать и получилось так что я наконец-таки созрел для переезда я понял что я смогу найти здесь работу освоиться и так далее ну и собственно все я здесь я живу уже сколько второй год вот меня здесь все устраивает я считаю что екатеринбург это город для людей хотя я был в москве и в питере тоже был и наверное вот это вот суматоха она мне не близка вот поэтому думаю осесть именно вот в екб а ну и кстати да с девушкой расстались причем чуть ли не сразу же на второй день вот так вот ребята жизнь бывает хотя этому я посвящу какой-то отдельный видос большой красивый с соплями так идем дальше какие отношения у тебя к танкам сейчас вот верите нет ребят очень круто и интересно то есть я пока понял что такое овердрайв и за прошли сутки я понял как работают устройства я в донатил на устройство понимаете человек который по сути не хочет уже выиграть что-то вкладывать тем более танки я просто взял и в донатил потому что мне хотелось летать мне хотелось паркурить и тут как бы вот вот мое отношение к танкам пока интересно сделаешь ли ты тут а по sony vegas pro расскажи как монтируешь видосы суши по sony vegas у я последний раз монтировал наверное год назад это был концерт тони раута оператор у меня сейчас улыбается а все почему потому что мы его снимали вместе вот и как бы сейчас я уже перешел на полностью софт adobe потому что у меня по работе желательно все делать в адобе потому что нас там три человека и если ты допустим где-то накосячил но тебя в офисе нету и чтобы за тебя смогли исправить это все в проекте собственно я пришел на линейку adobe было сложно но я конечно же себя переборол да и собственно следующий туториал вот этот который будет он будет полностью сделан в примере и во вторых так общаешься ли ты с кем-нибудь из синдиката да слушай это было еще наверное давнее 2012 год у меня группа еще синдикат называлась и коннект у меня ни с кем нету я просто периодически открываю читы инстаграма и ну просто смотрю как там у ребят как они повзрослели и так далее то есть они уже все давным-давно совершеннолетние типа смотришь ну окей как жизнь помотала людей рифма вот самый четенький вопрос когда ты пропал тот период когда тебе не было ничего слышно с августа до марта почему перестал снимать влоги покатушки короче тот момент когда я пропал забросил свои страницы группа опять же как я и говорил я этому посвящу очень большое сопливое видео как меня помотала жизнь где я был что я был что я чувствовал и я надеюсь что какой-то мой опыт жизни поможет вам не совершить моих ошибок если это будет так то это будет очень круто поэтому скажу вкратце я пизда страдали я был на грани все дальше дальше я вам все расскажу подробнее чем планируешь заниматься после того как выпустить что торгуешь ли развиваться дальше на ютубе сложный вопрос знаете как щелкнет не могу точно сказать вот тот честно не могу вот сейчас у меня горит я за не за вот эту вот неделю хочу выпустить 4 видоса а до конца недели осталось два дня что вы понимали вот все дело делаем выводы ничего не известно как отношусь к новому дизайну новому дизайну танков наверное то что в браузере слушать для меня было наверное шоком посмотреть на вот эти вот новый интерфейс так далее все там вообще абсолютно ничего не понимал там было бредовое описание и абсолютно я лично для себя ничего не понял но опять же зайдя на flash player через клиент дизайн старый вернулся как к нему относиться ну кому на это наверное для новых игроков вот готов ли ты встретиться с другими легендами то или альянсом хейтеров слушай вопрос конечно вообще прикольный готов ли я к хейтерам на слушай мне кажется хейт на пустом месте это я не знаю не красит наверное человека как умного потому что если ему просто не нравится то что ты делаешь какое-то твое творчество и он тебя за это люто ненавидит скорее всего проблем в нем ну типа мне тоже многие персонажи какие-то не нравятся не только в игре но и в жизни там какие-то более популярные люди ну кому я не срую в комменты тебе блин ребят живите мирно на самом деле вот не хотите никого будет ли участвовать рома dvd в съемках тут ран постараемся скажи как ты попал в творческую лигу танкистов творческая лига танкистов я фотошопил много фотошопил на тему танков онлайн и поэтому я брал делки скрины обрабатывал писал туда ники просто ребята раньше был форм в танках он в принципе сейчас есть его очень красиво оформляли я был одним из тех людей которые мог на форуме там навести всякую красоту и так далее еще в принципе также я делал видосики с монтажом такого уровня наверное еще не делал никто уверен очень мало людей вот поэтому вопросов не стало так меня и взяли в творческую лигу сначала ли ты по танкам ну знаешь я краем глаза видел вообще что в проекте происходит мне много писали что о там джаггернаут добавили в честь тебя и так далее да блин на самом деле нет потому что джаггернаут это по сути этот персонаж есть во многих играх то есть это просто большой бронированный слон что вы понимали да что я полностью короче поддерживаю поддерживались этому взгляду вот не в честь меня ребят это просто луна созвучие и скучал ли я по ним да нет я больше наверно скучал по атмосфере по людям по общению с людьми по самой игре нет идем дальше про генерала льва шутишь постоянно это потому что он занял первое место в мастерах паркура с плохим видосом почему я хуй сошу генерала льва потому что он то подлизывался одно время в году так в тринадцатом может быть в четырнадцатом а потом от него какой-то лютый хейт был то есть я этого не понимал зачем так делать ну и все поэтому нагребает посидеть наш генеральчик лев кто самый активный в группе блять конечно же ты потому что ты каждый день не флудишь чувак я задолбался твои комменты удалять сильно ли изменилась твоя жизнь после переезда в другой город сильно я на многие вещи стал смотреть иначе я на самом деле здесь полностью один у меня тут не родственников никаких то прям близких людей которым можно опять же поныться потому что блин я тот же самый человек и как бы меня тоже могут терзать какие-то там я не знаю траблы на работе элементарно ты все это жрешь сам дома один морально себя жрешь настраиваешь как-то и так идешь по жизни это наверное позиция сильного независимого человека с котятами и так далее тяжело первое время но люди ко всему адаптируются люди даже в тюрьмах как-то себя могут комфортно чувствовать спустя какое-то время поэтому все надо просто ценить то что у тебя есть и смотреть дальше и у тебя в дальнейшем будут амбиции так далее привыкнуть можно ко всему абсолютно выбраться из любой ситуации помнишь ли ты команду тот что ты думаешь о паркуре в наше время команда тот я в декабре чуть ли не встретился с лидером гоши маркариан злой папа эндемор медуза у него очень много ников не знаю под каким именно вы его запомните вот в общем это создатель танки у моих туториалов конечно помню эту команду по сей день ко мне ребята заходят в этой краски как бы но я-то знаю с чего все начиналось любимое сочетание на данное время ну смотри если судить по танкам которые сейчас есть со всеми устройствами с физикой сто раз измененный знаешь наверное викинга рикошет странно да пулемету полностью понерфили отдачу и типа его сейчас вообще нет смысла напяливать хоть он меня м4 вот рикошет для паркура викинг потому что он устойчивый типа если пытаешься залезть на стену на хорнете его просто переворачивает викинг же держится стабильно планируешь это играть в gt tanks дальше сложный вопрос скорее всего да так ну и все ребята вопросы кончились сам что хочу сказать от себя мне исполнилось 24 года это наверное не тот возраст когда можно просто заходить в игру и с пустого места лить очень много хейта стебать людей потому что я прекрасно понимаю что это тоже люди и они могут это воспринять серьезно в любом случае так как я старший я чувствую за себя ответственность за то что я делаю что что я выкладываю на youtube и так далее вот я хочу чтобы меня было не стыдно за кит мои действия за какие-то мои ролики контент в будущем в принципе я сделал подарок вам сделал подарок себе потому что когда ты осознаешь что ты даришь эмоции многим людям своим контентом своим творчеством это тоже некий подарок для себя самого и такой вот я себе его сделал для рождения в общем ребят основной мой движ происходит в инстаграме там какие-то спойлеры моих последующих видосов кит фотосессии и так далее на самом деле очень много интересного контента делаю но он не игровой правда но опять же жду всех в инстаграме жду всех в паблике своем вконтакте спасибо всем кто помогал мне снимать монтировать все это потому что если раньше старался все делать своими силами то сейчас я очень был приятно удивлен тем ребятам которые согласились это все репостнуть просто всем людям которые как-то предлагали свою помощь кто-то музыку писал кто-то там монтировал мне помогал кто-то снимал и это все все вот создает один большой контент продукт который вы сейчас видите спасибо всем меня зовут саша джагер мне 24 года а дальше посмотрим